и параллельно строит бизнес в НСП. И сейчас у нас с вами еще одна четвертая часть нашей конференции будет посвящена общению с мамой, которая, находясь в декретном отпуске, для меня это всегда, знаете, как нонсенс, когда человек растит, воспитывает сына и при этом еще умудряется стать бизнес-вумен, начать свой бизнес в компании НСП, приходить в зал, приглашать мам, то есть в декретном отпуске создавать еще дополнительный доход. С удовольствием передаю слово лидеру компании Nature Sunshine Products Веронике Корзун. Добрый вечер всем, я думаю, меня хорошо слышно. Меня зовут Вероника Корзун, я лидер компании. В компании я уже 6 лет, но я расскажу только кратенько ту часть своей истории, которая касается непосредственно сегодняшней нашей темы, именно материнство, воспитание ребенка. И мама я стала чуть больше, чем полтора года назад, то есть вот уже завтра моему сыночку будет годы 8. Причем так случилось, что не было все так гладко, не было такой, скажем, колоссальной подготовки к беременности. Ну, так сложились обстоятельства в жизни. И мало того, скажем, пришлось пройти через множество различных инстанций в связи с беременностью, родами. Роды случились преждевременные. И, естественно, детки, которые рождаются с маленьким весом, попадают у нас в республиканский центр научно-практический мать и дитя. Так случилось и с нами. Ребенок родился с очень маленьким весом, 1,6 кг, рост 41 см. То есть, понимаете, мамы, наверное, меня понимают хорошо, что это достаточно мало для новорожденного ребенка. Ну и, естественно, коли ребенок попал в РНПЦ мать и дитя, находился фактически месяц в квизе, ну, скажем так, скажу таким сленгом, зрелище не для слабонервных, то есть смотришь на ребенка, это проводочки, капельницы, катетеры, ну и все прочие, скажем так, атрибуты, которые сопровождают этот процесс. Что же делать? В компании я до этого была уже достаточно давно, но как-то нельзя сказать, чтобы очень сильно интересовалась стороной материнства, здесь понимала, что нужно что-то делать. Естественно, коли ребенок находился в больнице, то, конечно же, очень много давалось, вливалось, скажем так, антибиотиков. Я понимала, что это такое, что на это нужно как-то реагировать. Я связалась с нашими врачами, которые, естественно, мне посоветовали, что делать, как делать и как исправить, скажем так, последствия приема вот этих антибиотиков. Хочу сказать, что продукты МСП ребенок стал принимать, ну сколько нам было, еще не было и месяца. То есть находясь уже, еще вернее, после роддома в центре мать и дитя, я уже давала ребенку хлорофилл для того, чтобы издавиться от желтухи. Но, к сожалению, скажем так, не очень это удалось, по той простой причине, что была колоссальная доза антибиотиков, причем вливались одновременно два. Почему я обратила на это внимание, чуть позже расскажу, что больше всего, скажем так, меня встряхнуло, наверное, чтобы я иначе посмотрела на все это. Мы выписались из больницы, все нормально, то есть, скажем так, ребенок, я уже к тому моменту, естественно, очень активно интересовалась информацией, что касается материнства, вскармливания. Но опять-таки случилось так, что мы в возрасте 5 месяцев попадаем опять в больницу, причем с диагнозом желтуха, то есть она так и до конца не прошла. Но в больнице подтвердился другой диагноз. У нас был критически низкий гемоглобин. И был настолько низкий, что пробыл месяц в детской больнице, нас направляет в завод деления, говорит мне, вам нужно ехать в Боровляны. Для тех, кто, то есть не белорусов, скажу, что такое Боровляны. Это детский центр детской онкологии и гематологии. То есть само слово Боровляны, ну можно сказать, что если человек слышит, это приговор. И мне говорят, будут делать переливание. Ну как врачи обычно, легко, просто, все просто. У меня, мягко сказать, шок. По той простой причине еще, что выписывая из роддома, пишут в документах, резус отрицательный, выписывая из РНПТ, мать и дитя, пишут резус положительный. Вот представьте, маме говорят, ребенку будут делать переливание. Я не уверена, какая группа, вернее, какой резус у ребенка. У меня просто был страх, панический страх. Но перед этим, естественно, я звонила, консультировалась со специалистами нашими, с врачами, которые сотрудничают с компанией. И мне порекомендовали принимать аэронхилат, железом. Причем до этого, находясь в больнице, ребенку различные препараты, железо давались. Никакого результата это не приносило. И только после того, как мы стали принимать по одной четвертой таблеточке аэронхилат, мы получили результат. Причем результат уже был через три дня. До того момента, как мы поехали в центр онкологии и гематологии детской, надежда была, естественно, ну и понятно же, что панический страх тоже никуда не делся. И я была очень рада слышать, я надеялась это услышать от зав. отделения, что переливание не нужно. Новые клеточки крови образуются, и все будет хорошо. То есть назад, можно сказать, мы ехали, возвращались в эту больницу детскую, я совершенно с другими мыслями и ощущениями по сравнению с тем, как я ехала с ребенком туда. Ну и понятно, опыт применения, знания о продукции, знания о деятельности компании были. Уже накопленный опыт, потому что, повторюсь, в компании я с 2007 года, ну как-то так, я считаю, что я существовала в компании до того момента, до момента материнства. после этого у нас выписали домой, мы продолжали принимать продукты, такие как аэронхилат, хлорофил, лицетин, омега-3, то есть большой список, вот о котором говорила Наташа Веренич, достаточно большое количество продуктов, и результаты не заставили себя ждать. Даже когда мы после выписки пришли на прием в поликлинику, то я ходила туда со справочником. Когда назначалась какая-то продукция, я задавала вопрос, я буду, то есть нам как-то рекомендовали для улучшения пищеварения, что-то нужно. Я спросила, можно я буду отдавать пищеварительные ферменты, что меня приятно порадовало, в поликлинике зам главврача сказала, я не знаю ваших названий, я ей показала состав продукта, мы выбрали другой продукт, это был ЭДЖЕКС, и я благополучно ребенку в возрасте 6 месяцев добавляла в кашки ЭДЖЕКС для улучшения пищеварения. Но я не буду подробно останавливаться сейчас на тех продуктах, которые мы принимаем, я хочу вам рассказать немножечко о другом, о том, как зарабатывать, как работать в компании. По образованию я педагог, по первому физик-математик, по второму информатик, как видите, от медицины достаточно далеко, ближе, наверное, к технике, и, естественно, я стала активно обучаться, читать литературу, интересоваться, искать в интернете. И накопила определенный опыт, в том числе и с ребенком, приема различных продуктов, конечно, ну как можно об этом молчать? Просто даже непроизвольно, на той же площадке начинаешь делиться информацией. Ну и многие из вас скажут, вот те, кто находится в таком же положении, как и я, в декретном отпуске, где найти время? У меня тоже такие вопросы возникали. Нет времени, сузился круг общения, сильно устаю с ребенком, кому и где это предлагать. поначалу тоже поменяв, можно сказать, очень даже сильно изменив свой образ жизни, понятно, что на работе свой круг общения, естественно, те же отговорки, так называемые, с ними столкнулась и я. Но с любого положения всегда есть выход. Как найти это время? Находясь в декретном отпуске, как ни странно, я веду ежедневник. В этом ежедневнике я пишу все. Завтрак, все дела, сон дневной, все, буквально все. И после этого прекрасно видно, что у меня, оказывается, есть пару часов, за которые я могу сделать рассылки, позвонить своим партнерам, позвонить клиентам, позвонить будущим партнерам. То есть освобождается время и я вижу, сколько этого времени. Естественно, я устаю, как и все мамы, но я не улегаюсь днем спать. В это время, в это время занимаюсь бизнесом. И, конечно же, для того, чтобы всем этим заниматься, должно быть желание. Если этого нет, то не нужно и всех действий предыдущих, о которых я сказала. То есть если вы этого хотите, то все получится. Я чуть дальше остановлюсь, как непосредственно приведу примеры, как я это делаю, какие инструменты работы я использую. Ну вот вы видите здесь некоторое из инструментов. Красивая, здоровая мама. Это макияж, внешний вид. Естественно, я не позволяю себе ходить даже на улицу, например, с плохо накрашенными ногтями. Либо они хорошо накрашены, либо уж совсем не делаете этого. Почему? Даже если такие же мамы, как и вы, вы просто общаетесь. Но тем не менее, вот вспомните себя, вы обращаете внимание на своего собеседника, собеседницу, как выглядит человек. Я привлекаю внимание не тем, что я там одета как попугай, ярко, например, а тем, что я говорю о том, что можно быть красивой, можно быть здоровой, я это демонстрирую. Это один из инструментов, который, поверьте, работает. Я активно участвую в скайп-конференциях, которые проводятся у нас. Это вот этот же проект, который вы сегодня слушаете, молодые родители. Также вебинары, которые проводятся несколько раз в неделю на ВИЗИК. Читайте форумы на интернет-сайтах. Есть масса сайтов, посвященных материнству, воспитанию детей. Естественно, там есть форумы. Читайте, вступайте в диалог, предлагайте, делитесь своим опытом. Поверьте, найдутся, заинтересуются мамы, которым это интересно и полезно. Потому что я из своего опыта, уже не такого уж огромного. Могу сказать, что и сама когда-то столкнулась просто с тем, что я многих аспектов просто не знала. Мне никогда никто этого не рассказывал, я не читала этого в умных книжках. И, естественно, я просто впитываю, как губка, информацию, которая касается материнства. Мне интересно это. Какие еще инструменты работы можно использовать? Проведение лекции в зале с участием детского доктора. У нас в зале регулярно, раз в месяц, есть тема, посвященная детству, материнству. Естественно, я приглашаю туда людей, кому это интересно. Мам, будущих мам. То есть всем тем, кому интересна информация, грамотная информация о том, как, для чего и с помощью чего можно и нужно растить и воспитывать детей. Также один из способов это информационная встреча в детских садах и школах. Когда-то я работала в школе и знаю, что это такое. Когда учители обязывают, вы должны составить план воспитательной работы, помогите такому учителю, классному руководителю, может быть, ваших детей. Я думаю, что с удовольствием откликнутся, если вы придете в школу и предложите им свою помощь в плане рассказать информацию о здоровом образе жизни. То есть вы выручите человека и, возможно, это ваш даже будущий клиент. Бизнес-песочница или сарафанное радио, что это такое? Я думаю, что понятно. То есть, когда вы выходите на прогулку с ребенком, понятно, что рядом с вами такие же мамы, и такие же детки играются в песочнице. Не молчите, рассказывайте, делитесь информацией. Я сама в последнее время, вот когда приняла решение, что я буду заниматься этим бизнесом серьезно, я сама подхожу к мамам и начинаю заводить разговор. Хотя раньше о себе такого сказать не могла. По характеру себя назвала бы достаточно замкнутым человеком. Но при всем при этом, коль я приняла такое решение, значит, я составляю, составила когда-то для себя такой, скажем, план, что я должна делать и что я сделаю сегодня. Как непосредственно я это делаю? Начинаю сама диалог с такой же мамой, как и сама. Очень просто, просто можно сказать своему ребенку, давай подойдем, познакомимся с мальчиком либо с девочкой и еще не было у меня такого случая, чтобы кто-то там как-то негативно либо агрессивно ответил на какой-то вопрос. То есть как вас зовут, сколько вам лет. Потом продолжается обычный диалог а что вы принимаете, а даете ли вы витаминки, ну и так далее. Даже как-то летом еще нам еще где-то годик примерно плюс-минус даже непроизвольно получалось так, что мы рекламировали продукцию. Я всегда брала с собой попить вместо компотика я давала ТНТ, только разводила в более большем количестве воды одну мерную ложку и мы с собой брали это как попить. Естественно у мам возникал вопрос, а что это вы такое пьете? Ну называется только спросите, я вам расскажу что это такое. И даже однажды скажем как в литературе пишут шипящие встречи одной маме рассказывала вторая тоже подошла я тоже хочу тоже хочу соглашение мне это тоже нужно такой результат тоже был информации нужно делиться и делиться совсем не решать если друзья это мама наверное знает это не знает просто рассказывайте причем не навязчиво а просто рассказывайте и вот сколько я этого не делаю это делаю каждый день людям нужна такая информация даже как-то встретила не очень давно бабушку с внучкой поливалась и как-то про погоду спросила каждый день ли вы ходите на улицу часто ли вы ходите на улицу и зашел мы договорились до того до витаминов до витаминов до кальций и так далее то есть я вижу что человек то есть это бабушка которая многие вещи о которых я говорила для нее она слышала впервые то есть это меня даже от счастья удивило я как-то ориентировалась что ну мамы молодые может быть мало информации а вот здесь вижу что действительно да никто никогда об этом не рассказывал как заниматься профилактикой мы знаем как реагировать лично уже случившиеся неприятности со здоровьем а вот непосредственно как предупредить об этом нужно рассказывать и это с удовольствием слушают не только молодые мамы но и как показала практика более пожилое население и как как я это делаю как я уже сказала я знакомлюсь знакомлюсь задаю вопросы человеку то есть чем интересуется выясняю какие интересы у человека интересно ли это ему чем занимается по жизни кто по профессии это тоже важно я интересуюсь человеком а потом если при случае кратенько рассказываю о своем каком-то опыте достаточно кратко то есть не рассказываю всю историю не читаю человеку лекции я задаю вопросы и привожу просто пример из личного опыта либо из опыта моих партнеров моих знакомых которые уже есть опыт применения в данном вопросе той или иной продукции и как правило опять-таки это вызывает интерес у людей люди оставляют свою информацию и хотят знать больше зачем и почему я это делаю я как и все здравомыслящие родители хочу чтобы мой ребенок был здоров естественно для этого нужно принимать продукцию и какую продукцию об этом было сказано выше и Сергей Потапенко говорил и Наташа Веренич все это верно и действительно это замечательно работает я просто сравниваю вот те мамы которые меня услышали это же как-то недавно мы с ними это обсуждали обратите внимание наши дети не болели в отличие от тех кто ну пока еще не слышит есть и такие это не значит что все тут же бросятся скажем так принимать витаминки которые вы рекомендуете есть разные люди которым нужно может быть еще какая-то информация это может быть неоднократно рассказывайте даже если одному и тому же человеку рассказывайте зачем еще это дело я хочу чтобы у ребенка было достойное образование и наверное скоро у нас в Беларуси как и в России обучение даже в средней школе станет платным естественно для этого нужны деньги компания позволяет позволяет заработать эти деньги зачем я еще это делаю даже не с отчасти не с материальной точки зрения просто вот помочь молодым родителям сориентироваться в море той информации которая присутствует на странице в интернете по телевидению то есть многие просто не знают что делать вот недавно на этой неделе разговариваю с молодой мамой с которой мы были вместе в роддоме задаю вопрос а вы какие-нибудь витаминки принимаете на что она мне ответила нам врач сказала зачем мне нужно ну я рассказала ей мы с ней поговорили и естественно человек захотел и заинтересовался просто не обладал информацией некоторым нужно неоднократно это сделать то есть предложить рассказать причем хочу сказать что как раз таки лидером я закрылась будучи в декретном отпуске и сейчас я активно продвигаю работаю в интернете со скайп конференциями вебинарами так как понятно как и у любой мамы у меня не такое количество времени я могу находиться на улице то есть максимум это в сумме часа три в день но за это время я успеваю с кем встретилась тому и рассказала не молчите даже отчасти с той целью что вы вырабатываете в себе опыт может быть человек услышит вас не услышит у вас появится опыт уверенность в том чем вы занимаетесь чем вы предлагаете человеку заниматься это ваш опыт я еще пока позволяет пару минут вспоминаю себя как однажды девушки стала рассказывать разговор зашел незнакомой девушке тоже с ребенком зашел разговор о продукции о витаминах профилактике ну и так далее и я тогда еще не была лидером это было в начале осени она меня спросила а вы занимаетесь этим бизнесом я ей ответила да я занимаюсь этим бизнесом и вот тогда впервые я ответила наверное не ей а сама себе и дальше разговор ну скажем так наверное шел даже не с этой девушкой а с самой собой я стала ей рассказывать как я им занимаюсь и вы знаете как ни странно ну случайностей не бывает спустя месяц я закрываюсь лидером после вот этого разговора то есть как говорит наш директор менеджер Смоляга Сергей продайте этот бизнес себе сначала и у вас все получится я желаю вам удачи здоровья процветания здоровья вам и вашим малышам и естественно не бойтесь тем более темам которые в декретном отпуске вы же ничего не теряете вы не теряете ни свою работу почему бы не попробовать попробуйте вы приобретете новый навык вы приобретете массу новых знакомых вы приобретете ну опыт в том числе и материнский я думаю что это один из способов вот в компании НСПИМ получить даже скажем дополнительное экономическое образование удачи вам спасибо большое за внимание ну и до новых встреч не угрожаю удачи общая по до м и